здравствуйте уважаемые наши слушатели сегодня у нас практическое занятие номер один и тема расчет погрешности измерений физических величин для того чтобы поддержать или сделать опровержение какой-то теории или гипотезы вы знаете мы проделываем опыты то есть эксперименты да то есть эксперимент это процедура которая доказывает правильность или опровергает эту теорию и для получения истинной величины мы должны вот этот опыт проделать несколько раз то есть повторить этот опыт и чем больше мы проделал повторяем этот опыт мы тем ближе становимся к ближе к истинному значению искомого искомого значения какие виды измерений бывают при эксперименте то есть это измерение бывает или прямое или косвенное прямое измерение это измерение где мы сами напрямую можем измерить вот эту величину например мы можем измерить массу с помощью весов мы можем измерить длину с помощью линейки разницу времени с помощью часов и температуру с помощью термометра то есть мы можем измерить вот эти величины напрямую поэтому они называются прямыми измерения есть косвенные измерения то есть например если Если мы хотим посчитать скорость движущейся машины, прямым измерением мы можем измерить расстояние, которое проехала эта машина, этот транспорт, и время, за которое он проехал вот это расстояние. То есть косвенное измерение, это измерения, которые проводятся способом расчетов, с помощью прямых измеренных значений. То есть косвенным измерением мы можем посчитать, рассчитать скорость движения транспорта, ускорение, или зная массу и объем вещества, мы можем определить его плотность. Классификация ошибок. То есть во время измерения могут допускаться ошибки, которые делятся на три класса. Это промахи, систематические и случайные ошибки. То есть что такое промах? Промах это вызван резким нарушением условий измерения отдельных наблюдений. При отдельных наблюдениях. То есть это связано с толчком или поломкой прибора, или грубым просчетом экспериментатора. Например, при выполнении каких-то измерительных работ, этого экспериментатора кто-то может окликнуть, и он может упустить вот это время, которое он должен был засечь. Систематическая ошибка, это ошибка, которая допускается из-за неправильной градуировки прибора. Например, мы используем весы, да? И если весы в начале, этим весам сделана неправильная градуировка, то есть она показывает на 100 грамм больше или меньше, и при использовании вот этих весов мы будем систематически допускать вот эту ошибку. И для устранения систематической ошибки нам нужно сравнить работу нашего прибора с таким же другим прибором. И следующая случайная ошибка, это допускается случайно тоже экспериментатором. Но мы должны не делать вот эти вот ошибки при наших измерениях. Вот смотрите, вот здесь вот даны две таблицы. Пожалуйста, сравните вот эти две таблицы и найдите, пожалуйста, где у нас есть грубая ошибка, то есть промах. И если в наших измерениях, вот смотрите, вот здесь мы измерили температуру человека, да, в нормальном состоянии, который не болеет, пять раз утром, там в 11 часов, в час, в 3 часа и в 5 часа, да? Вот смотрите, вы знаете, 36,6, 36,7 это температура в нормальном состоянии. А во второй таблице у нас есть отклонение, да, вот смотрите, 39 температур, это для человека не есть нормальное состояние. То есть вот в первой таблице мы видим, что у нас есть промах или грубая ошибка. Мы должны вычеркнуть это значение из списка и проделать это измерение еще раз. Тогда мы получим нормальные данные, которые мы сможем использовать для расчета погрешностей. Для расчета погрешностей используется вот эта таблица, которую вы должны будете зачертить у себя в тетради. Где? Вот смотрите, чтобы получить истинное значение или хотя бы близкое значение к истинному значению, мы должны несколько раз повторить этот опыт. Вот, например, вот здесь мы проделали опыт 7 раз. Мы измеряем массу девушки, например, да? То есть 7 дней подряд мы измеряем массу. Вот х и, вы знаете, в физике любую величину мы можем обозначить какой-то буквой. И в общем мы обозначили буквой х. И здесь индекс, который показывает номер именно измерения. х1, если вместо и может быть от единички до бесконечности. х1 означает первое измерение, х3 означает третье измерение. Понятно, да? Дальше, вот смотрите, вот здесь мы получили 7 разных значений. А какое из них истинное значение мы не знаем. И поэтому нам нужно сделать работу по измерению погрешности. Теперь, х с верхней черточкой, это у нас среднее арифметическое значение. Чтобы рассчитать среднее арифметическое значение, мы должны использовать вот эту формулу. Где? Вот этот знак обозначает знак сумма. То есть мы должны суммировать все измеренные наши значения х и поделить на количество опыта проведенных в смирении. То есть вот смотрите, вот здесь у нас 7 значений. Мы все вот эти суммируем, должны сложить все вот эти 7 значений, поделить на 7 и мы получили вот такое значение. Дальше. Дельта х и дельта, вы знаете, это разница. То есть отклонение или разница среднее арифметического значения от измеренной величины. Дельта х и называется ошибка. То есть для вычисления ошибки нам нужно от арифметической средней отнять измеренную величину. Значит вот 50.47 минус 51 и мы получаем ошибку 0.53. И здесь я хочу обратить ваше внимание особо, что при расчете ошибок или отклонений мы берем только модуль. Что такое модуль? Здесь мы плюс или минус отрицательные положительные знаки не принимаем во внимание. Мы берем только численные значения 0.53. Тем же способом мы получаем отклонение всех измеренных величин от арифметического среднего значения. Записываем в этот столбец. Дальше здесь мы получили 7 значений и поэтому мы должны определить среднюю арифметическую от отклонений. То есть это дельта х с верхней черточкой называется абсолютная ошибка. Значит мы сложили вот эти все 7 значений, поделили на 7, получили вот такое значение. Это у нас абсолютная ошибка. Дальше, чтобы посчитать стандартное отклонение или квадратную ошибку, вот здесь вот среднеквадратичная ошибка, мы должны использовать вот эту формулу, где сигма это стандартное отклонение, сумма всех возведенных в квадрат отклонений от средней величины поделили на n, n-1, где n это количество измерений. Вот здесь я вам привела пример. Вот смотрите, подставляем все под эти значения и получаем, последнее значение выводим из-под корня и получаем 0,28. Да? Вот 0,28. Для измерения, то есть для расчета сигма нам нужны значения отклонений, ой, ошибок, возведенных в квадрат. То есть все вот эти значения мы возводим в квадрат и переписываем в этот столбец. Да? Дальше посчитали сигма. Теперь для того, чтобы посчитать доверительный коэффициент, то есть интервал доверительности или доверительный интервал, нам нужно найти коэффициент студента. Коэффициент студента, он применяется при расчете. Продолжим. Коэффициент студента мы обозначаем буквой t, и t, он обязательно пишется или зависит от альфа и n. Где альфа? Это коэффициент доверия себе, если мы сами измеряем, или если работаем с прибором к прибору. А n это количество измерений. То есть коэффициент студента напрямую зависит от коэффициента доверия, то есть коэффициента надежности и количественного измерения. Во всех сейчас наших лабораториях мы альфа принимаем как 0,95, то есть это в коэффициентах, а в процентах это будет 95. И количество измерений у нас 7. Как мы нашли вот это значение? Для этого мы воспользуемся таблицей коэффициентов студента для расчета погрешностей, где коэффициент надежности у нас 0,95 и число измерений у нас 7. То есть мы должны найти точку пересечения этих двух чисел, и мы получаем 2,4. Вот смотрите, а если мы проделали 10 раз количество измерений, то коэффициент студента у нас уже будет чуть другим. Да, как вот здесь. Но так как у нас количество измерений 7, у нас коэффициент студента получается 2,4. То есть вот сюда подставляем 2,4. И чтобы посчитать интервал доверительности, нам нужно умножить коэффициент студента и среднеквадратичную ошибку. То есть вот у нас интервал доверительности и формула. Здесь коэффициент студента умножается на стандартное отклонение и считается интервал доверительности. Дальше вот здесь у нас ε, это относительная ошибка. Для расчета относительной ошибки мы используем вот эту формулу, где у нас Δx с черточкой это среднеарифметическое значение абсолютной ошибки. И x с черточкой это среднеарифметическое измеренной величины. Это соотношение мы, отношение этих двух значений мы умножаем на 100% и получаем относительную ошибку в процентах. И после проделания вот этой всей расчетной работы у нас относительная ошибка получается 1%. Дальше вот здесь пример, как посчитать стандартное отклонение. Вот смотрите, здесь у нас формула стандартного отклонения, где у нас Δx и вот эти значения. Значит мы должны сложить все вот эти значения, которые уже возведены. То есть это ошибки, которые возведены в квадрат. Вот эти значения просуммировали, как вот здесь показано, да? Вот просуммировали, делим на n, n-1. У нас количество измерений 7, поэтому мы вместо n ставим 7. После всех расчетов мы получаем вот это значение, выводим из-под корня и получаем 0,28. Вот здесь у нас вот 0,28. Дальше. И результат вы записываете вот в виде вот этой формулы, где x это наше искомое значение, арифметическое среднее плюс-минус интервал доверительности, обязательно пишем рядом единицу измерения. Вот здесь значение коэффициента студента и значение относительной ошибки. И на примере, вот, например, в сегодняшней вашей лабораторной работе вы должны будете определить скорость распространения звуковой волны в воздухе. И, например, вы должны в конце написать вот такой ответ, где скорость равна 335 плюс-минус 4, то есть это среднее значение 335 метров в секунду, вот здесь у нас единица измерения, и плюс-минус 4. То есть что означает плюс-минус? Это может быть на 4 метра больше или на 4 метра меньше. То есть если у вас получается 330, то есть в норме наше значение может принимать значение от 331 до 339. Это не будет у нас выходить за рамки нормы. То есть плюс-минус, вот интервал доверительности. Если у нас идет ошибка на 4 метра, это не проблема. Вот у нас 0,95 – это коэффициент надежности, 10 – количество измерений, и мы получили 2,3 коэффициента студента и 2% относительно ошибки. В сегодняшней вашей работе вы должны будете выдать ваш результат вот в таком виде. И задание для самостоятельного выполнения. То есть для того, чтобы закрепить вот этот вот материал пройденный, вы должны будете сделать такую маленькую расчетную работу, где вы должны, каждый студент должен посчитать свой пульс. Пульс – это удары сердца, вы знаете, да? То есть вы должны посчитать количество ударов вашего сердца за одну минуту. Каждый считает свой пульс. И то же самое. Чертим вот такую таблицу. И записываем свои данные. То есть вы должны будете проделать 10 раз. Записывайте вот эти данные. И с помощью вот этих формул и объяснений, которые я вам дала, вы должны будете сделать расчетные работы, заполнить таблицу, рассчитать погрешность и сделать выводы. То есть вы знаете, что в норме ритм, значение ритма или удары сердца должны быть между 60 и 90. Ну, сейчас уже допускается и 100. То есть если ваши показатели входят в этот интервал, значит у вас работа сердца в норме, да? Вы просто пишите в норме или есть какие-то отклонения. Хорошо? Спасибо за внимание, ребята. Я думаю, сегодняшний вот этот видеоурок пойдет вам на пользу. Спасибо. Что-то в погрешности. То есть где...